Миллиарды лет назад в горах Лесота произошло сильное извержение вулкана. На поверхность вышел редкий вид магмы, богатый на драгоценные камни. Со временем все эти алмазы были разбросаны поблизолежащей речной долине. Разведка в долине этой реки никогда не производилась. До этого момента группа бизнесменов со всего мира во главе с предпринимателем и искателем приключений Питером Джего получила концессию на разработку этого участка. Они должны подняться на крышу Африки и организовать самую высотную в мире добычу рассыпанных алмазов в надежде найти самые крупные алмазы в истории. Удастся ли им успешно провернуть это рискованное предприятие? Или же им окажется не по плечу практически невыполнимая задача разработки в этих горах? Я люблю рисковать, но кое-что я делать не умею, поэтому я привлекаю партнеров. Если однажды тяга к алмазам оказалась у тебя в крови, она там и останется. Раньше никто из нас не занимался горной добычей. Я совсем не ангелочек, я очень суровый парень. Моя цель – найти алмазы и уйти на пенсию. Если чувствуешь боль, значит ты еще человек и ты жив. По-моему, это будет безумие, мы будем добывать алмазы. Охотники с речными алмазами Эта мечта зародилась у меня 36 лет назад. В молодости я работал на гранильном заводе. Мы зарабатывали немного, поэтому решили открыть гранильный завод в Лиссото. Мы покупали алмазы в горах, и я всегда мечтал об этом. Я думал, что однажды, когда у меня будет время, желание и возможность получить лицензию, а это, ох, как непросто, я обязательно вернусь сюда. Через 10 лет после подачи первого заявления на добычу алмазов Питер собрал инвесторов в Дурбани в Южной Африке. Вот граница участка. Он прилегает к руднику Литсенг. Это гигантское предприятие. Динамит, огромные грузовики, дробильные установки. Они перемалывают 6,5 миллионов тонн в год. Нам это не потребуется. Природа все сделала за нас. Мы будем искать трещины, пороги и все те места, куда могли попасть камни. Логика подсказывает, что они там. Но это не значит, что они там. Алмазы — это всегда риск. Это как искать иголку в стоге сена. Мои партнеры были настроены скептически. Не хотели тратить ни центы, это серьезная проблема. Это не инвестиции, это авантюра. Дорога, ведущая туда, была проложена всего 5-6 лет назад. До этого туда можно было добраться только на лошадях. Еще никто не бывал там. А откуда нам это знать? Мы знаем. Правительство никого туда не пускало. Разумеется, они фыркнули и сказали, что я спятил. Но я настаиваю. Лео Сенк — уникальный рудник. Там были найдены 5 из 20 самых крупных алмазов в истории. Звезда Лесото. Великолепный белый алмаз на 123 карата был найден в октябре 2004 года. Мы можем урвать свой лакомый кусок. Какой? Скажем, 50 алмазов. Он затянул меня в свои сети, подкупил красивыми словами. Я бы встретил последний час в слезах, если бы не попытался сделать это. Нет, я серьезно, серьезно. Мы должны рискнуть. Мы должны отправиться туда и посмотреть, что там. Дело сделано. Я потратил все ваши деньги и свои тоже. По крайней мере, мы будем знать, во что их вложили. А именно, в приключения. Это все не просто так. Нельзя сказать, так, получим лицензию в апреле, в мае поедем добывать. В проекте такого масштаба необходима сложная логистика, планирование и расчеты. Давайте возьмем этот прицеп, перевернем и поставим сверху. Это был сущий кошмар с точки зрения логистики. Нам нужно было продумать все. Семь машин, семь прицепов, плюс огромный экскаватор, который приедет завтра. Ведь мы ищем большие алмазы, а для них нужен большой ковш. Нам придется взять все с собой, от солярки до воды. Если их наполнить, они весят почти две тонны, а масса машин – тонны по полторы. Если наполнить их наполовину, еще хуже. В поворотах все плескается, прицеп может просто перевернуться. Никто не ездит по лесоте на скорости 80 км в час. Я уж точно. 80 я проскакиваю, разгоняясь до 150. Конрад богатый человек, он заработал состояние, он хорошо разбирается в логистике. Но он готов закатать рукава и взяться за любую работу. Кима я знаю всю жизнь, надежный парень, ему можно поручить любое дело. Я удивился, когда Питер сообщил, что получил лицензию. Я не хотел загриметь в тюрьму. Роб Сандер, который рискует больше всех, сможет присоединиться к ним только через месяц. Я самый бедный человек из инвесторов. Для меня успех этого предприятия особенно важен. Нам нужно найти ныряльщиков. Это могут быть разные люди. У меня скверное прошлое. Но это мой шанс заново начать нормальную жизнь. Я помешан на адреналине. Это моя натура. Большинство людей мечтают, но не идут к своей мечте. Они сидят за столом, мечтают, и их жизнь постепенно угасает. Я так не хочу. Учитывая количество оборудования, команде предстоит ехать до Лесота два дня. Мой партнер Дон – это джентльмен старой закалки. Он сказал, конечно, я поеду. Он недавно пережил тяжелый период. В прошлом году я потерял жену из-за рака. Поэтому все остальное потеряло значение. Это возможность в каком-то смысле вернуть в мою жизнь искру. Компания мужиков без электричества и телефонов. Мы до сих пор даже не знаем, как обеспечим себя бревиантом. Мы едем туда, где нет ничего. Нужно все продумать. Топливо на 17 тысяч триста рандов. Под завязку. Нам нужно кормить от 10 до 15 человек. Три раза в день. Это 45 порций в день. Это сложная задача в такой местности. Мяса нет. А можно в горах купить кость и зарезать их? Да, да, я смогу. А вы не боитесь? Да. Мне стало скучно. А это что-то новое и необычное. Это гораздо интереснее. Поэтому я оставил свой бизнес и отправился сюда. Много пыли, но это лучше, чем мокрая дорога. Гравий сглаживает ямы, однако на нем скользко. Он словно маленькие шарики. У Кима, кузена Питера, рак в стадии ремиссии. И он решил поучаствовать в этом экстремальном приключении. За следующим гребнем находится рудник Летсенг. Откуда нам ехать еще около 12 километров. В середине нулевых годов компания Джем открыла рудник Летсенг и нашла там то, о присутствии чего я всегда знал. Огромные алмазы. Сейчас они продолжают находить крупные, необычные алмазы. Пару месяцев назад там был найден синий алмаз на 12 карат. За этот камень они получили 7,5 миллионов долларов. Нам нужен точно такой же. Проблема рудника в том, что там приходится перерывать огромный пласт земли. Это 50-тонные грузовики. Эти камни размером с пика. Видите отвесные стены? Да, это вулкан. Алмазы образуются в вулкане. Давление и жар превращают чистый углерод, то есть уголь, в алмазы. Кемберлит или синяя земля – это алмазосодержащая порода, которая выбрасывается на поверхность во время извержений. За миллионы лет в результате эрозии и вымывания она оказалась разбросана по всей долине. Это, вероятно, самое подходящее ответвление Леценга. Его стены вертикальны на всей протяженности. Все, что попадает сюда, оказывается на самом дне. Оно не задерживается на склонах. Во время сильных дождей все камни слетают вниз, как пули. Поэтому склоны так строго очерчены. Там внизу рядом с деревней подходящее место для промывки. Там одна старушка, копая яму, нашла алмазы. Питер надеется вскоре добраться туда, но деревни находятся далеко. Поедем в ту долину? Они начнут работать в прилегающей долине, где есть дорога и жилье для всей группы. Да, если бы сюда было легко добраться, тут уже сто лет назад побывали бы тысячи человек. Это странное чувство, когда ставишь машину прямо над алмазами. Ты начинаешь смотреть по сторонам, приглядываться, надеясь увидеть алмаз и прославиться на весь мир. Это цель, по крайней мере, моя цель. Я хочу ее достичь. Сцепление горит потихоньку. Медленно на первой передаче, потому что впереди нас ждет еще более тяжелая дорога. Лучше держу на второй. Тут ходят бульдозеры, но лучше сто раз подумать, Стивен. Въезд и выезд из долины – рискованные занятия, очень рискованные. Дорога в долину спускается на 300 метров вниз, на участке всего в 9 километров. Я с самого начала знал, что в лесу Сотона ждет очень суровый ландшафт. Здесь коварные дороги. Это по-настоящему рискованная поездка. Эти обрывы просто ужасают. Пропасть. И никаких ограждений. Я боюсь, как бы более тяжелый прицеп не спихнул машину в пропасть. Остановиться уже не выйдет. Если съедешь с дороги, то все. У меня самый тяжелый груз, который все боялись тянуть. Около двух тонн топлива. Если я даже дам по тормозам, машина просто будет ползти, так что лучше отпустить Питера немного подальше. Он поехал и практически сразу скрылся внизу. Это страшно. Действительно страшно. Тут выебоины. С одной стороны пропасть метров девяносто глубиной. Если потеряешь управление, останется только молиться. Давно я не делал ничего столь же жуткого. Мне было страшно. Я сказал себе, сейчас неподходящее время бояться высоты. Ну же, Дэн, не останавливайся, езжай. Маленькие камешки, словно шарики. И временами чувствуется, как зад машины норвец ползти. Если съехать с дороги, это верная смерть. Машина сорвется с обрыва. И ты труп. Охотники за речными алмазами. В хижинах, где они будут жить, нет электричества и водопровода. А до ближайшей больницы полдня на машине. Итак, мы на месте. Именно здесь будет наша база следующие 9 недель. Потрясающий край. В Средневековье. Эти люди живут сельским хозяйством. Они разводят овец, паршут при помощи скотины. Выращивают продукты. Они ничего не продают в другие районы. Все остается здесь. Табо, адвокат из Элисота, договорился о том, чтобы им выделили здесь жилье. В такие места нельзя приехать, не договорившись сначала с вождем. Табо Литотоли. Тот нужен дипломатический подход. Табо нанял уроженца этих краев Джона, чтобы он помогал им в повседневных делах. Нам нужна помощь местных. Никому не нравится, когда иностранцы привозят своих работников. На кого ты учился? На бухгалтера. Джон Маккоро. Ясно. Да. Значит, ты будешь считать алмазы, чтобы мы их не украли, да? Да нет, нет. У нас есть все оборудование, в реке есть вода, и это хорошо. Слава богу. Сейчас же мы спустим Джигу, спустим один из сепараторов, установим его на реке и начнем промывку. Я считаю, что здесь Питеру удастся найти хорошие алмазы. Если нет, да найдет. Голову даю на отсечение. Парни хотят спуститься к реке и провести разведку. Мы планировали посмотреть, в какие заводи или впадины алмазы могли упасть и остаться на дне, не будучи смытыми. Найти 3-4 таких места и приступить к тщательной промывке. Спустить оборудование к реке – нелегкая задача. Местность скалистая. Везде крупные каменистые склоны, очень опасные. С этой стороны мои опасения вызывают вот этот склон. Есть другой вариант, Дон, вон там. Но каждый простой маршрут пролегал через фермерское поле. Да, чудесное место. Посмотрите, какая отмель. Нам нужно обосноваться здесь, а значит придется спускаться по вспаханным землям. Досадно, правда. Итак, мы нашли место. Целое футбольное поле, по нему можно спуститься к воде. Вождь не хочет, чтобы мы шли через его поле. Да. Так что… Есть другой путь, мы тебе покажем. По-моему, сначала местные жители опасались нас. Вот очередная добывающая компания, которая испоганит нашу долину и нарушит наш образ жизни. Особенно старики. Они смотрели на нас с презрением. Сейчас эти идиоты испортят нашу речку. С оборудованием придется подождать. Сейчас им нужно наладить контакт с местными жителями. Старейшина сказал, что мы можем зайти и купить у него козу и овцу. Он сказал, что тут ехать пять минут, но это было полчаса назад. Они восприняли ваше появление неоднозначно. Мы должны понять, что нам можно делать, а что нельзя. Это важно. Некоторые из них все еще опасаются. Я уже сказал защитникам окружающей среды и лесота, что мы не загадим реку. Но Питеру все еще нужно убедить в этом работников. Итак, мы просто берем песок из реки. Засыпаем на берег, а потом он ссыпается обратно. Мы не трогаем воду, мы ничего не портим. Никаких химикатов, дроблений, ничего. Это вакуумная установка. Ладно, завтра утром мы все соберемся у одной из машин. Он установит одну из них на реке и покажет, как она работает. Как только все посмотрят и привыкнут к ней, мы разделимся на две группы. Это совсем не сложная работа, просто очень долгая. Завтра вы все увидите. Интересно, это они? Вот они, Джон. Спасибо большое. Кто их зарежет? Нет, это мы сами. Будем торговаться заново. Коза-то карликовая? Да. Господи. Ее на всех не хватит. Может, 350? Да. Сойдет? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Некоторые местные жители очень бедны. Это прекрасная возможность наладить контакт. Покупая у них овец, вы демонстрируете им, что не причините им вреда. Они довольны, и мы довольны. Напомню, у нас нет еды, а у них нет денег. Выгодное сотрудничество. У них почти ничего нет. Попав в местное поселение, понимаешь, насколько мы избалованы. Не важно, кто мы в современном обществе. Мы потребители. А здесь есть возможность общаться с людьми. Они здороваются, останавливаются, хотят узнать, кто ты и откуда. Они очень достойные люди. У меня остались невероятные впечатления. Слова Питера убедили местных жителей, и он нашел спуск к воде. Пройдешь по вспаханному полю прямо через него, потом по мели и прямо на берег. Они бы предпочли работать в соседней долине, где, как говорят, пожилая женщина нашла большой алмаз. Но сейчас они могут добраться только сюда. К тому же это возможность испытать технику. Мне кажется, одну установку надо поставить здесь. Поехали. Да. Сегодня уже слишком поздно для установки оборудования. Но все довольны, за исключением овцы. Мой ирландский партнер считает, что проще найти четырехлистный клеймер. Эта река здесь уже миллиарды лет. Алмазы должны быть там. Нас ждет успех. Мы намоем горы алмазов. Сегодня мы сначала позавтракаем, а потом постараемся как можно быстрее спустить оборудование к воде и начать откачивать песок. Ян, производитель этой техники, единственный, кто умеет с ней управляться. Мы изготавливаем оборудование для добычи рассыпных алмазов. Я не уверен, что это подходящая техника. Наш поставщик отправляет свое оборудование в Конго. А там добыча рассыпных алмазов имеет совершенно другой характер. Нам придется проложить дорогу при помощи бульдозера. Он приедет сегодня утром, нам нельзя ждать. И тогда мы начнем качать песок, и вполне возможно, что-то найдем уже этим утром. Мы выбрали три места. Мы начнем с того, к которому проще всего подобраться. К остальным придется прокладывать дорогу. Я бы хотел проверить оборудование еще до того, как тащить его сюда. Но мы не хотели ничего сломать до того, как сам производитель передаст его нам и скажет, что оно работает. Однако даже к самому доступному месту подобраться непросто. Мы вот-вот приступим к промывке. Я не хочу ничего сломать. Это серьезная задача. А я и не ждал, что будет легко. Это серьезное испытание. Мы можем начать промывку оттуда. Да, тащим вручную. Думаешь, вручную получится? Ее же не поднимешь. Придется вручную. Уровень воды регулярно поднимается после снегопада или дождя. И тогда течение ускоряется, создавая вибрации. Это как с попкорном. Если взять пакет попкорна, положить сверху шарик и держать его, не двигаясь, ничего не произойдет. Но если сделать так, шарик сразу провалится. Так же происходит и с алмазом в реке. Сверху найти ничего нельзя. Алмаза на дне. Поэтому важно поднять песок с самого дна. И с трещин. Только там может что-то быть. Температура воды чуть выше нуля. Но это не пугает ныряльщиков. Это настоящее приключение. Условия не идеальны. Уровень воды высокий. Но в таком гравии часто встречаются алмазы. Надеюсь, что они тут тоже есть. Однако они еще не проверили оборудование. Ян Вельман. Я собираюсь объяснить им, как работает система. И на этом все. После этого я вернусь в Скейктаун и займусь следующим проектом. У меня есть клиенты из Анголы, которые нашли одно доходное место. Они поставили там 20 насосов и спокойно намывают себе алмазы. Помпа не работает. Они везли это оборудование два дня. Установили его в этой отдаленной долине. Но машины Яна не работают. Мы вложили миллионы в это оборудование. На кону стоят наши жизни. Я сложил все яйца в одну корзину. Я уволился, так что или пан, или пропал. Я думал, что уже буду держать в руках камушки. Охотники с речными алмазами. Идет третий день пребывания группы в горах Лесота. Через промывочные установки не прошел ни один камень. Кейм везет второй сепаратор, чтобы проверить, действуете ли дело только в помпе. Следующему месту нужно прокладывать дорогу. Надеюсь, пока мы заняты этим, Ян сможет разобрать насос и проверить, можно ли его починить. Мой оптимизм немного пошатнулся. Мы поставили на окон 3,5 миллиона. Мы рискнули. И, приехав сюда, обнаружили, что помпа не работает так, как должна. Начинать любое дело тяжело. Особенно, когда никто из нас не знает, что надо делать. На этой высоте насос отказывался работать. Мы привезли с собой производителя оборудования. Он выяснил, что это его вина. Я накачал немного воды, но насос все равно не качает как следует. Он должен всасывать сильнее, чтобы затягивать грунт. А сейчас он с трудом закачивает даже воду. Местным жителям очень интересно. Богатые плейбои приехали сюда и ковыряются в воде и песке. Они внимательно следят за нами. И не только они. Кейм столкнулся со шпионом. Когда я ехал назад, то увидел машину с рудника Арли Ценг, которая остановилась посреди дороги. Водитель понял, что уже слишком поздно, и я его увидел. Поэтому он поехал дальше. Он якобы хотел узнать, какие тут хижины. Хотя, сам вероятно, бывал тут чаще нас. Вся наша техника в одном месте, а охрана за ней присмотрит. Мы слышали, что тут очень опасно. Мы здесь как на ладони. Люди знают, что мы здесь, и знают, зачем мы здесь. Это усиливает риск. Местные жители вряд ли представляют опасность. Они мирные и приятные люди. Может кто-нибудь остаться у нас для охраны? Главная опасность представляет не выходцы из этих мест, а гастролеры из маленьких городков, где действительно есть бандиты. Они постоянно ищут группы, подобные нашей. Здесь нет никаких банкоматов, все носят наличные с собой. И если сюда приедет пикап с четырьмя или пятью головорезами, с калашниковыми, нам от них не отбиться. Поэтому на воротах стоит охранник с дробовиком, готовый стрелять на поражение. Я еду к нашей первой точке промывки. Ян уже там. Он отправился туда сегодня в пять утра. Я очень волнуюсь, ведь мы наконец приступим к работе, и дело сдвинется с мертвой точки. Смотри, Гэри. Мы ее запускаем. Это хороший знак. Здорово. Эти помпы должны закачивать с расстояния в 16 метров, а тот не даже в 40 сантиметров. Я предлагаю снять насосы и сепаратор из прицепов, поставить их на землю, и тогда посмотрим. Я уверен, на 99% что он будет качать, как проклятый, когда окажется на земле. Готовы? Да. Давайте. Весь смысл установки оборудования на прицеп в том, чтобы в случае внезапного разлива реки мы могли быстро оттащить его. Оставлять оборудование на берегу опасно. Это большой риск. Мы попросили его предоставить нам оборудование для конкретных целей. Он профи, он занимается этим 30 лет. Он должен работать с 30-метровым шлангом. Он должен стоять наверху, на берегу, и качать отсюда. Он создан для этого. Мы приехали сюда, чтобы искать алмазы при помощи его оборудования. Если мы сейчас ничего не скажем, то виноваты останемся мы, а не он. Пока Ян ставит оборудование в считанных сантиметрах от воды, Конверт убеждает Дона вмешаться. Проблема в том, что мы не сможем подобраться к местам, которые идеально подходят для добычи рассыпных алмазов. Мы не сможем поставить там оборудование. А значит, у нас связаны руки. Да, этот парень привык работать на уровне моря. Мы впутались в это дело, не имея опыта. Мы зависим от него. Дадим ему шанс убедиться в своей неправоте. Если это произойдет, мы найдем другое решение. Ян прав в одном. На земле сепаратор действительно работает. Установка работает. Теперь алмазы посыплются в мешок. Только успевай считать. Камни. Только камни. Куча мелких камней. По-моему, все идет так, как можно было ожидать. В первый раз. Мы авантюристы-новички. Метод, который мы используем для извлечения алмазов из реки, очень прост. Он основан на принципе работы моющего пылесоса. Водолаз удерживает сопло на дне, выли, и по 4-дюймовому шлангу и с водой высасывается помпой. Затем она направляет его в сепаратор. Сепаратор представляет собой крутящиеся сито. Смесь попадает в него. Затем проходит через сито разного размера и выходит с другого конца. Большие камни выпадают. Происходит их разделение по размеру. Когда установка стоит на земле, трудно подносить мешки. Достаточно. Теперь можно тестировать отсадочную джигу. Мы берем отсортированные камни и высыпаем их в джигу. Она работает за счет гравитации. Вода перемещается вверх-вниз, легкие фракции переливаются через край и удаляются. Алмазы остаются внутри, в лотке джига. Готов? Давай, еще раз. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Удельный вес алмаза значительно выше, чем у любого другого камня. Поэтому алмаз сразу опустится на дно и останется в одном из лотков. Там мы его и найдем. Наши сегодняшние находки. Я никогда не видел ни граненый алмаз. Я не гожусь в руководители группы старателей, потому что не знаю, что мы ищем. Понятия не имею. Я тоже его увидел. Зрение нас подводит. Видите зеленый цвет? В нашей команде всего два эксперта. Первый — это Питер. Они всегда находятся в вулканической породе. Его двоюродный брат Ким тоже немного разбирается. Дай-ка взглянуть. Покупать алмазы без лицензии незаконно. Но теперь местные жители доверяют Питеру и приносят ему свои сокровища на оценку. Дружище, это хрусталь. По-моему, это хрусталь. Это не алмазы. У алмазов есть такой треугольный рисунок. В следующий раз смотри внимательно, и сам поймешь. Похоже, это воздушная сила Лесота. Судя по всему, на руднике Ли Ценг ими тоже заинтересовались. Было довольно страшно. Мы подумали, что они постараются подставить нас, пришлют людей со стекляшками и заснимут, как мы их покупаем. Мы почти каждый день видели много их машин. Они останавливались в отдалении на вершине горы у наших ворот. И они сразу же уезжали, если мы направлялись к ним. Пока они ничего не нашли, но присутствие гранатов, известных спутников алмазов, это многообещающий знак. Наконец, они набрали камни в мешке. Пойдем к сортировочному столу и все посмотрим. Поможешь мне? Но с мешками придется подождать. Возникла проблема. Сюда примчалась полиция на внедорожниках с калашниковыми. Сначала они повязали нашу охрану, а потом набросились и на нас. Куча здравяков с автоматами решила, что мы жулики. Кто вы? Что вы тут делаете? Добыча алмазов запрещена. Мы не говорим на их языке, они на нашем. Достаточно одного резкого движения, и они выстрелят. Им не нужно серьезного повода. Я был очень напуган. Некоторое время ситуация была крайне напряженной. Я не шучу. Вы крадете в нашей долине, мы бросим вас за решетку. Вряд ли кто-то хочет оказаться в тюрьме в лесу. Я сказал, что у нас есть лицензия. Табу местный адвокат, который помогает нам, все перевел. Как только пошел разговор, обстановка стала более дружелюбной, и тогда они сказали, ребята, если будут проблемами, рядом, позовите, мы поможем. Новые друзья предупредили их о надвигающемся дожде. Я взял с собой огромные тенты. Их нужно просто прижать по углам камнями, и они укроют всю нашу технику. Он сказал нам, будьте осторожны, убедитесь, что вся техника выше уровня реки. Я не хочу, чтобы все наше оборудование смыло потоком воды, тогда наши усилия пропадут даром. Я поражен духом местных жителей, а ведь у них ничего нет. В этой долине нет рабочих мест, и мы создаем эти места. Наконец я накормлю семью. Это хорошо. Местные ребята учатся работать с оборудованием и быстро схватывают. Каждый из них работает, не покладая рук, и выкладывается полностью. Работаем в поте лица. Только что сменились. По моему плану, Ким возглавит одну команду с водолазом и группой местных ребят. Конрад будет руководить второй командой. Мы разбились на группы. У нас две команды. Команда А и Команда Б. Соперничество — это естественно. Техника работает безостановочно, но установку Уоррена заливает водой. Твоя машина неисправна, она заливает всю джигу водой, поэтому мелкие камешки оказываются повсюду. Зачем большой насос, если нельзя качать во всю мощь? Соревноваться весело, это создает хорошую атмосферу, но до определенного момента. А если ситуация выходит из-под контроля, а это бывает частенько, это плохо. Мы будем качать, потом ждать пять минут, опять качать, опять ждать. Потому что первая сетка была слишком мелкой. Ким, мы заменим эту сетку. Вот то, что нам нужно, а это то, что нам не нужно. Нам не нужна эта мелочь, это пустая трата времени, не лишний труд. В Конго эта штука необходима, она отфильтровывает грязь, но здесь грязи нет. Ян больше не может ничем помочь, пока он здесь. Он возвращается в Южную Африку за более мощными насосами и более крупными сетками для сепараторов. Спасибо. Я скоро вернусь. Через две недели. Как только будут насосы. На все тратится в три раза больше времени, чем мы думали. Каждое действие начинает мытья рук. Это целое испытание. Нужно что-то придумывать. Но знаете, мы найдем эти алмазы. Они же здесь. Когда все вокруг знают, что они где-то тут, нужно только продолжать искать, и мы их обязательно найдем. А пока их оборудование находится в уязвимом положении, и погода складывается не в их пользу. Охотники с речными алмазами. Посмотрите, это же потрясающе. Снег в октябре. С ума сойти. Вон там небо проясняется, но туман наверху очень густой. Это Африка в ее лучшем и худшем проявлении. Она враждебная. Она необычная. В один день можно увидеть четыре времени года. В полдень идет град, и клубятся тучи, как будто сам дьявол налетел на тебя. Вокруг сверкают молнии, а мы ведь в горах. Этот снегопад вызвал беспокойство у местных жителей. Мы пойдем к реке? Соберем парней, оттащим все оборудование от воды. Нас накроют не раньше вечера. Может, поработаем до обеда, а потом погрузим его? Нас предупредили, если будет сильный дождь или начнет таять снег, уровень воды может быстро подняться очень высоко, и тогда нашу технику смоет. Сейчас снег растаял наполовину. Оборудование стоит прямо на берегу. Без него нам останется только уехать домой. Но мы пока еще даже не дошли до основной породы. Поэтому решили, что утром поработаем в два насоса, а в обед поднимем оборудование повыше, что само по себе непросто. Попытки Конрада найти водителя на экскаватор пока безуспешны. Диплом? Это даже не твое фото. Ему снова приходится садиться в кабину самому. Мы роем яму, чтобы понять, насколько глубоко находятся здесь россыпи. Именно там будут алмазы. Пока дом в тревоге следит за уровнем воды. Я высказал свое мнение. Они его не послушали. Что ж, пусть будет так. Это не для слабаков. Вода просто ледяная. Парни работают с тяжелым оборудованием. Это очень мощные бомбы. В воде, где водятся змеи, под угрозой переохлаждения, дыша через маску, это крепкий пар. Но, с другой стороны, они слишком много пьют. В эти первые дни они управлялись насосами и постоянно пили пиво. Алкоголь и тяжелое оборудование – плохое сочетание. Мы стараемся не попадаться на глаза Дону. Он ведет себя, как наш папаша. Это даже весело. Мы стараемся делать это у него за спиной. Подошло время обеда, но Питер решил работать дальше. Снега выпало немного. Может, ниже по течению мы и увидим бушующий поток. Но, пока мы отправимся на север, вверх по течению, попробуем подойти к основанию рудника Алиценг, туда, где приток соединяется с основным руслом, и найти там новое место на ближайшие дни. Пока Питер изучает долину, Дон отправляется проверить, насколько поднялась вода. Рабочий день водолазов закончен. Гарри накачал гораздо больше мешков, чем ворон. Я опускаюсь в самый низ, на дно. А он старается засосать все камни, и они забивают шланг. Зато в моих мешках только крупные камни. Это дружеское соперничество. Я стал немного задираться. И дальше будет только хуже. Мы все ребята с норовом постоянно не те же лица. Дон убежден, что вода продолжает подниматься, но он не может поднять оборудование в одиночку. Пришлось остановиться. Парни не справлялись с объемами, которые я давал. У нас уже накопилось достаточно материала, который нужно проверить на наличие алмазов. Команда бросила оборудование на месте, и вечером, когда все отправились отдыхать, вода резко поднялась. Мы слегка торопимся. Стараемся успеть к установкам. Вода поднимается очень быстро. Нам нужно оттащить технику от берега. Вода поднялась еще на метр после нашего ухода. Это было час назад. Посмотрите. Видите, уже появились пороги. Обычных нет. Так что тут уже довольно глубоко. Вода поднялась. Я не ожидал, что это произойдет так быстро, и мы будем застегнуты врасплох. Похоже, сегодня тут будет наводнение. Нет, осторожно, постарайся поднять ее. Поэтому мы стараемся поднять с мотора выше предполагаемого уровня воды. Поднимай. Вверх. 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 Нет. В ту сторону. И потом вверх. Вверх. Они никогда не слушают. Я говорил им в 10, в 11 часов, что нужно убрать оборудование. Но они в последний момент... Осторожно. Они тянулись в панике убирать его в последний момент, потому что вода прибывает. Еще немного? Нет, нормально. Ниже, ниже. Вот так. Опускай. Да, до конца. Опускай. Превосходно. Дождь. Наш главный враг. Как бы ты все не планировал предугадать, что в ходе одного дня в горах Лесота мы увидим четыре времени года, не мог никто. Ладно, осторожно. Просто безумие. Кто-нибудь помогите. Давай в нашу сторону. Была легкая паника, но все кончилось хорошо. И сегодня прекрасное ясное утро. Вчера нас напугала скорость, с которой прибывала вода. Так кто был прав? Ты, потому что ты не слушал меня, когда я говорил, что весь этот снег окажется в нашей реке. Мы пока не вышли даже на основную породу, поэтому останемся здесь и дойдем до нее. Проверим, есть ли там что-нибудь. Мы установим оборудование на прицепы, и если возникнут проблемы, мы просто подхватим их и отвезем подальше. Когда мы испытывали помпы на прицепах на той неделе, они не работали? Да, не работали. Ничего не изменилось. Мы действовали методом проб и ошибок. Пробовали разные способы. Мы включили южноафриканскую смекалку. Все ребята вместе пытались решить проблему, пробовали соединить одно с другим, подключить компрессор, установить шланг в одном положении, сток в другом. И мы все наладили. Если подвергать неподходящее оборудование в сложных условиях, избыточные нагрузки, что-то может сломаться. Но на пределе работали не только машины. На такой высоте нарушается дыхание, и ты плохо спишь из-за нехватки кислорода. Один из нас оправляется от рака, и высота серьезно на него повлияла. Это не значит, что он не старается. Он просто ослаб. Когда приходит время работать, надо работать. У каждой работы свои заморочки. Нужно перебрать много мусора, прежде чем что-то найдешь. Да у нас тут концентрата на неделю. Я не слишком-то надеюсь на это место, где мы сейчас проводим промывку. Вода течет слишком быстро, но ребята забрались уже глубоко. Возможно, нам повезет. Перекачивать это пустая трата времени. Если бы алмаза было легко найти, в этой долине уже бы было 50 тысяч человек. Вот где мы найдем алмаз Кулинан на 100 каратах. Нет его. Это как купить 500 лотерейных билетов и ничего не выиграть. Ничего. Промытый песок без алмазов по специальной цене. Мы сами вам заплатим, если вы его уберете. Что бы ты ни говорил человеку, он верит только своим глазам. Появляются мысли, а стоило ли это того? Правильно или решение я принял? Когда ничего не находишь, это может надломить тебя. Они здесь. Нет сомнений, алмазы тут есть. Нужно искать дальше. Я не уверен, что нам стоит качать здесь дальше. Мы просто зря грубим технику. На этой неделе каждый из нас многому научился. И это было удачное место для такого урока. Давайте заканчивать. По словам местных жителей, они выше. Выше по реке. Мы находимся в горах, на берегу огромной реки, где миллионы тонн песка. Если где-то в этой реке, длиной в несколько сотен километров, и зарыты алмазы, как мы их найдем? После того, как разработка первой точки ничего не принесла, местные жители показали им участок, который славится своими камнями. Он искал алмазы прямо руками, вот так, вот так. И он нашел их вот здесь. Причем довольно быстро. Откуда он взял эти камни? Оттуда. Оттуда? Да, оттуда. Это хорошая новость. Спасибо. Тут много любопытных парней с вершины горы. Они не отсюда. И если это приток, то тут очень удачное место. Местные жители называют его горячей точкой. Оно ближе к вершине вулкана. Тут все совсем по-другому. Здесь песок такой и листый, и грязный. Эта горячая точка выглядит заманчиво, но обещает немало сложностей. Прежде чем приступить к промывке, Коннор должен вернуться в Южную Африку и забрать у Яна новую сетку для сепаратора. Новая сетка сильно изменит характер и объемы песка. Поскорее бы. Мы возьмем экскаватор и начнем делать дорогу. Мы проложим ее прямо к горячей точке. Если что-то можно найти, то именно там. В нашем мире, если есть река, значит, есть и мост через нее. Еще, еще, еще. Поворачивай. Но здесь это не так. По-моему, вон то место около деревьев самое подходящее. Если тут и есть алмазы, то там. Тут их полным-полно. Смотри. Гранат указывает на то, что это синяя земля прямиком из алмазоносной трубки. Мы многое выяснили. Мы узнали, что мы в нужном месте. Эта долина ведет от луканических разломов, из которых и проявляются алмазы. Все, что вымывалось оттуда сотни и тысячи лет, отложилось здесь, где мы ведем разработку. Мы готовы закатать рукава и сделать свою работу. Местные рассказывают, что эту яму выкопала 70-летняя старушка. Именно здесь она нашла камень примерно на 100 карат. Это настоящий гранат. Гладкий. Полагаю, мы справимся лучше 70-летней старушки. Если однажды тяга к алмазам оказалась у тебя в крови, она там и останется. Ты всегда будешь жаждать найти алмазы. Охота на алмазы – это азартная игра, как игра в казино. Она полностью поглощает тебя. Я гарантирую, что алмазы были здесь. Но сами ведь они не могут передвигаться. А значит, мы найдем их здесь. Это такое приятное чувство. Они изменят нашу жизнь. Всех нас. Кто занимается этой ерундой? Да еще и рядом с самым доходным алмазным рудником в мире. Я хотел сказать ему, что мы потеряли две или две недели из-за его оборудования. Когда ты был тут в прошлый раз? Ты не сделал заказ. Когда ты в прошлый раз? Я не хочу тебя слушать. У меня вспыльчивый характер. Он бросил камень мне на ноги. У тебя куча руды. Чего тебе надо? Это Африка в ее лучшем и худшем появлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова